От всего казахстанского народа хочу вас всех поздравить с праздником этой великой победы. Победы, которая нам подарила свободу. Победы, которая нам дала надежду. Дала нам возможность жить, трудиться, иметь семью, растить детей. Наш дедушка, беможный жубомек, погиб и похоронен в братской могиле Веча. Для нас Пушкин-на-Горе стало второй родиной. Мы сюда ежегодно приезжаем на празднование 9 мая. Мы сюда специально привезли своих детей, чтобы воспитать в них дух патриотизма. Чтобы они уже с детства понимали, что такое родина. Что люди погибали, отдавали жизнь во благо будущего. Этот зыбкий мир, я думаю, мы должны сделать все, чтобы его сохранить. Потому что он нам достался очень дорогой ценой. Миллионами погибших. Еще раз хочу вас всех поздравить с этим праздником. Казахстан, моя родина, внесла тоже огромный вклад в победу от фашизма. Во время эвакуации, сколько было беженцев, которые нашли приют и родину у нас. Казахский народ делился своим последним куском хлеба. С благодного Ленинграда, когда приезжали к нам. Все нашли кровь, тепло и уют. Каждая вторая поля, которая была выпущена на нашем заводе, была именно казахстанской. Броня, которая была сделана из Болибдена, тоже была добыта и пущена в производство, именно в танковом производстве, чтобы танки имели очень хорошую броню. Это все было сделано в Казахстане. Для нас эта победа, эта война очень близка. С Казахстана ушло свыше полтора миллиона человек. Из них половина не вернулась с полей сражений. Еще раз хочу вас поздравить с этим праздником. Пожелать вам всем удачи, ветеранам здоровья. Чтобы наши дети росли и видели, и помнили, и воспитывались именно в том духе, тем духом, в котором жили наши ветераны, в котором погибали наши дедушки и отдавали свои жизни. Еще раз вас всех с праздником, чтобы вот этот праздник, сегодня такая прекрасная погода. Даже, наверное, Всевышний нам подарил сегодня эту погоду, ясную, светлую, чтобы у нас на лицах была всегда улыбка. Давайте с праздником и помнить друг друга, любить друг друга. Спасибо. В этот день, в день Великой Победы, вспомним всех, не пришедших с войны. Поклонимся отцам наших, дедам, что отчизне остались верны. Вспомним павших мы молча и стоя. Всех защитников нашей страны. Слава, вечная слава героям, память вечная, жертвам войны. Объявляется минута молчания. Мальчишки, молчи. Слава. Продолжение следует... Продолжение следует...